если ты хочешь получить доверие рынка ты должен стать единственным в своем сегменте потому что если ты единственный в своем сегменте ты автоматически лучший в своем сегменте а если ты лучший в своем сегменте ты автоматически получаешь доверие всего рынка к чему я могу вот конкретный пример у меня недалеко от дома на большой бронной напротив синагоги открылась стоматология стоматология это очень тяжелый бизнес особенно для стартапа очень тяжелый бизнес потому что потребитель не привык обращаться в стоматологию у вас у всех есть конкретный стоматолог в телефоне марфа васильна петр иванович который кочует от бабушки к деду поколениями к подруги к подруге и вам не важно где он работает вы идете напрямую к стоматологу если он работает в этой больнице вы идете в эту больницу он переезжает в другую поликлинику вы идете в другую поликлинику вы привязаны к стоматологу в итоге когда вы получается создаете стоматологический бизнес как бизнес идеи они заняться ли мне стоматологии там какой-то определенный когда о как зазвенело интересно в аудитории сейчас обед скоро будет мы испробуем и вот когда у вас начинается стоматологический бизнес у вас есть очень простая задача вам нужно привлечь на свою базу крутых стоматологов уже со своей клиентурой а это для того чтобы это сделать вам нужно либо заплатить им зарплату это бабки либо вам нужно сделать так чтобы у них было оборудовано шикарно рабочее место по последнему слову техники чтобы было приятно работать это бабки а на стартапе бабок нет в итоге получается нет бабок нет стоматологов нет стоматологов нет клиентуры клиентуру напрямую зависит стоматологию невозможно и я думаю что за идиоты у меня на большой бронной решили открыть стоматологию в полуподвальном помещении неужто они думают что жители цао сейчас вот раз и помчаться потому что вроде недалеко не будет этого оказывается будет проходит три недели и я смотрю туда уже идет поток людей массовый прохожу смотрю они сменили название и они стали называться институт инновационной зубной имплантологии я сначала не понял но более более идиотского названия сложно придумать какой институт какой именно вот что такое вообще инновационная зубная имплантология о чем они не понял но поток идет и тут через какое-то количество времени я встречаюсь в кафешке без строка най там же набронный со владельцем этой стоматологии ну как-то случайно познакомились я у него спрашиваю слушай вот скажи пожалуйста вот у тебя ты на чем зарабатываешь вообще к тебе такой поток людей идет ты что такое зубные инновационные импланты что за ниша мне просто интересно я вот стартапами занимаюсь я вот и подумать не мог что в москве вот набронный попрут инновационные зубные импланты он говорит ты знаешь я вот сколько уже четыре месяца работаю я не продал ни одного зубного импланта инновационную а на чем ты зарабатываешь ну на пломбах все приходят нам делать пломбы обычной пломбы ставить весь этот поток чисто пломбирование окей я думаю у меня задался другой вопрос почему люди идут ставить пломбу в свеже открытый институт инновационной зубной имплантологии и каждое утро уходя на работу видя человека которые заходят в этот институт я его прям останавливал спрашивал извините пожалуйста мне вот очень важно вот а почему вы сюда именно пришли у самого зуб болит я думаю идти не идти и знаете что мне ответили все люди говорили мне одну и ту же вещь но вы знаете они самые лучшие по инновационным зубным имплантам но вот наверное пломбу мне точно нормальную поставить и возникает понимание того о чем я говорю первое они умудрились стать номером один в нише инновационных зубных имплантов а как вы думаете почему они стали номером один в нише инновационных зубных имплантов абсолютно верно они единственные кто вообще спозиционировался настолько узко потому что имплантологии зубные есть в москве много вы их знаете там уже не стать первым потому что есть конкуренты ну или чтобы стать первым нужно кучу бабла варить но вы знаете хотя бы одну инновационную зубную имплантологию в москве добро она первое единственное она первое единственное соответственно лучше а когда ты где-то в узком сегменте стал лучшим ты получаешь доверие во всем пуле услуг и ты получается становишься обладателем доверия широких масс вот она сегодняшняя концепция и мне для того чтобы вы поняли насколько как работают человеческие мозги хочется задать вам два вопроса но большая просьба честно отреагировать вот я вам сейчас два тезиса не два вопроса даже два тезиса заряжу почувствуйте сейчас что вы думаете что вы ощущаете как вы относитесь к моим словам хорошо я самый лучший бизнес тренер в россии ну а гондопас а этот а тот непонятно и вот друзья мои ведь ну не поверили же больше негатив я и у других была ну что-то ну про историю рассказал ну историю знает ладно учебник прочитал но сейчас конкретики еще никакой не было что-то сидим уже два часа прошло но поиграли да навыки то где я еще ничего для решения для бизнеса ни одного не записал где-то лучше бизнес тренер поднимите руку кто не воспринял к сердцу позитивно мои слова кто не воспринял спасибо очевидно очевидно я так и знал чёрт надо работать вторая история внимание ребят поверьте мне синхрофазотрон красного цвета прошло красного то красного нормально поднимите руки кто согласился со мной подсознательно что синхрофазотрон красного цвета большинство большинство в чем разница между я лучший бизнес тренер вот тебе и синхрофазотрон красного цвета да конечно они не видели синхрофазотрон они как будто видели лучшего бизнес тренера друзья вот она лазейка в человеческие мозги потому что когда ты человеческий мозг очень пытлив природа эволюция выживание сделали нас такими чтобы мы подвергали любую информацию сомнению но есть лазейка в каждом алгоритме есть дыра в которую можно пролезть и алгоритм подвергания сомнению он вот вот пролезание в эту в эту нишу очень простой для того чтобы тебе что-то подвергнуть сомнению у тебя все равно должен быть исходный код исходная вводная информация в соотношении с которой ты что-то подвергаешь сомнению а это означает если по отношению к этой информации твои мозги девственны ты ничего подобного не слышал ты берешь эту информацию как исходный код ты не подвергаешь ее сомнению ты ее берешь как истину в последней инстанции и кладешь на полочку в своем мозге поэтому если ты хочешь завоевать первенство в определенной нише или в определенном рынке все что тебе нужно это сузится до такого сегмента до которого не позволил себе сузится ни один другой представитель вашего рынка просто по одной причине что такая узость им нафиг не нужна но в этом все равно есть соль потому что вам не нужен вообще этот сегмент ни одного зубного импланта это им стоматология не продала но она просто спозиционировавшись в настолько узком сегменте дала возможность получить доверие со всего рынка получила возможность по распрощению стоматологию получить доверие со всего рынка а вот теперь личный пример потому что я это прочувствовал на собственной шкуре когда начал заниматься образовательным бизнесом в 2009 году я понял одну простую вещь что в принципе мне с моим именем и фамилией барри алибаса гораздо проще раскрутиться как персонаж чем раскручивать свой собственный бизнес но согласитесь имея от отца бонус барри алибасов но наверно проще зарабатывать как барри алибасов чем как непонятно кто владелец компании о рога и копыта вот как не назови мою компанию все равно имя фамилия будет прикольней по крайней мере на этапе старта запускаться значительно проще и вот я в 2009 году решил что я не буду строить доверие к своему бизнесу я буду строить доверие к себе и мне тогда будет без разницы каким бизнесом заниматься чем бы я не занимался если мне верит поверит и в то что я продаю я начал раскручиваться как барри алибасов младший но возник вопрос на каком поприще мне раскручиваться как барри алибасов младший но явно не сюда найда опа потому что голоса нету чувства ритма нету пузико есть слуха нету и все будут говорить ага в тени отца за отцовские там харчи за его репутацию развиваешься поэтому нужно было найти какую-то тему рядом а так как я 15 лет работаю в сфере высшего образования и занимаюсь бизнес образованием естественно сам бог велел пойти бизнес спикером есть два отношения к бизнес тренером есть узкая каста бизнес тренеров великих гуру которым народ а то есть да это великий гуру такой-то такой-то ездят с ним там на майорку в испанию в талант платя по 200 тысяч рублей за тренинг за билет для того чтобы лишь бы побыть на тренинге великого гуру с другие с другой пастовой апостолов способных побыть в кругу с великим гуру и все остальные бизнес тренеры которым относятся как к неудачникам у которых ничего не получилось и у них последний шанс хотя бы рассказать всем о том как у них ничего не получилось тяжело потому что если я хотя бы смогу попасть в касту приближенную к великим гуру но вот ближе туда все отлично может даже и бизнесом не надо заниматься сиди и вещай и все у тебя в жизни будет хорошо если я попадаю в касту балаболов то есть я пролетаю с великими гуру и остаюсь в касте балаболов всех остальных то ко мне будет отношение как балаболу да что там может рассказать баре алибасов младший фаину максимум перепоет ну о чем это вообще ну о чем может рассказать сынок вот этого продюсера отец то эпатажный что может рассказать про бизнес а сын то его вот такое было бы отношение и вот я начал думать а что отличает великого гуру от балабола потому что большинство людей которые высказывают свое отношение великий гуру или балабол не были на продуктах и незнакомы ни с тем ни с тем и и просто сами вдруг принимают решение кто великий гуру кто балабол имея ноль информации об этом человеке и понял очень простую вещь что все кто сегодня являются лидерами рынка бизнес образования персонажа у них есть тема в которой они номер один если у них есть тема в которой они общепризнанно лучшие они великие гуру если у тебя нету темы в которой ты номер один ты автоматически становишься балаболом среди всех и вот друзья смотрите какая интересная история получать я начал думать в какой нише я могу быть стать номером один первый момент который меня получился ну наверное там группа на на публично выступают я сам увидите более менее способен там как-то какие-то базовые навыки ораторского мастерства наверное есть я вот думаю начать ли мне вести тренинги по публичному выступлению но кто лучший по публичному выступлению на стране все сказали гандапас как и сговорились а это означает что я не смогу стать номером один по публичному выступлению потому что там гандапас но у меня есть конечно вариант пристрелить гандапаса хотя я очень люблю я бы может быть даже это сделал но к сожалению он уже записывал кучу онлайн курсов если я даже убью гандапаса я буду 10 лет конкурировать с его онлайн программами в интернете не стоит потери друга такого счастья я думаю ладно я более-менее разбираюсь в маркетинге все таки ну я один из самых крутых специалистов россии по интернет рекламе но кто у нас номер один в россии по маркетингу и горьман потому что он выступил на разогреве у котлера а котлер самый главный мой маркетолог мира значит если ты выступил на разогреве самого главного маркетолога мира ну ты как минимум самый главный маркетолог в россии все man самый крутой я думаю ну ладно у меня идеально организован труд людей идеально организован труд людей все вообще по полочкам разложены постановка задач там ну вот в бизнесе тайм-менеджмент прекрасен дорогие друзья но кто у нас в россии номер один по тайм-менеджменту вы понимаете написал книжку тайм-драйв и все теперь путь в первенство тайм-менеджмента мне закрыт я уже не смогу там быть номером один и вот я начал уже поднимать тост за свой упокой на попричи бизнес спикеров потому что все топовые темы закрыты не становиться же номером один в там не знаю как дроздов там в познанию как привлечь самочку муравья слишком узкая целевая аудитория неплатежеспособная поэтому я опечалился но тут друзья мои появляется человек третий который показывает мне что есть у меня шанс я прихожу на мероприятие в в городе владимир и высокопоставленный чиновник замминистра экономики выходит на сцену и говорит а сейчас я хочу вам пригласить на сцену лучшего специалиста в мире по партизанскому маркетингу александр левитаса кому кому партизанский маркетинг вы знаете еще одного специалиста по партизанскому маркетингу кроме александра левитаса и вот получается бомба я понимаю что не важно быть номером один в существующей нише главное тупо быть номером один а если ну все ниши заняты ты добавь к этой нише прилагательное любое которое тебе по приколу и у тебя будет ниша где ты номер один и значит ты получишь доверие всего рынка я быстренько подумал и на следующий день сформировал окей я буду главным стартапером страны номером один по молодежному предпринимательству в 2009 году молодежное предпринимательство это было ужасное словосочетание это как там не знаю старческий педиатр молодой предприниматель ну кто такой непонятно я потом думал что меня с этого рынка выпьет бизнес молодость но они морцы красавцы они стали вообще номером один типа по современному бизнесу они же не позиционируются что они только для молодых типа мы свежий бизнес создаем но у нас все должны учиться от мала до велика слава богу сохранили мне эту классную нишу где я могу сохранять свое первенство быть номером один по молодежному предпринимательству лишь написав в блоге на снобе что я номер один по молодежному предпринимательству главный стартапер страны при ближайшем уже мероприятии в нижнем новгороде замгубернатора вышел и сказал а теперь я как замгубернатору который фильтрует очень сильно все что говорит зам шансово шансов работал с лужковым а лужков все фильтрует значит замгубернатор тоже все фильтрует выходит и говорит я хочу вам пригласить на сцену а я еще ни одного тренинга не провел главного стартапера страны там баре алибасова младшего вау супер влетел в доверие просто за скоростью света поэтому друзья мои первое что я хочу чтобы вы усвоили если вы хотите получить доверие рынка вам другой вопрос даже прошу прощения до момента когда мы сейчас подведем итог как вы думаете можно ли заработать на молодых предпринимателях уже не очень не платежеспособная контингент с которых три тысячи рублей вымаливаешь выпрашиваешь выклянчиваешь там нереально очень тяжело на нищебродах заработать можно только крайне массово и тонн все кто мог заработать на нищебродах уже заработали отобрали них последние деньги зарабатывать можно уже на серьезных людях и вот возникает вопрос а как же мне имея статус главного стартапера молодежным предпринимательству зарабатывать более крупные серьезно видели кто зашел директор b2b рынка компании мтс что это вдруг пришел на тренинг по дружески еще и кликер принес а потому что она заказывает каждый год по 10 по 15 раз компания мтс вот потому что самое крупное агентство которое сейчас продюсирует спикеров директором является елена лиморозова альфа лица вдруг тоже пригласили меня для того чтобы менять делать тренинги в ржд в сбербанке и в других компаниях по одной и тренинге эти по продажкам по маркетингу а по управлению персоналом по стратегическому развитию компании а получается дорогие друзья причем тут стратегическое развитие компании продажи маркетинг и номер один по стартапам а потому что все мысли то же самое если ты главный стартапер страны то что у нас в мтс про продажи ты точно расскажешь вот вам вся эта история поэтому сухой остаток если вы выводите на рынок новый продукт вам необходимо первое сузить этот новый продукт до очень очень узкого сегмента если с узкого сегмента настолько узкого что там нету никого не существует придумайте этот узкий сегмент сделать его еще уже и назовите тебя там самым лучшим став номером один в узком сегменте вы получите доверие всего рынка имея доверие всего рынка и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...